Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро. Здравствуйте. Среда, 25 марта. И начинается утро на Болткоме. Олег Пека и Артём Липин сегодня проводят это утро с вами. Доброе утро. Нам помогает сегодня Родион Золотарёв за звукорежиссёрским пультом. Ну и в духе времени мы стараемся переводить гостей на скайп, бесконтактное общение, чтобы минимизировать вот эти социальные контакты, но, тем не менее, держать вас в курсе самых последних событий. Ну и поговорим действительно на очень актуальную тему. Да, у нас сегодня в гостях президент торгово-промышленной палаты Эйгар Сростовский. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, напоминаю, телефоны прямого эфира, они всё ещё работают, несмотря на то, что гость по скайпу, вы можете звонить и задавать свои вопросы. Телефоны прямого эфира это 672-12-93-9, 672-13-93-9, а также есть номер WhatsApp 2-300-6191. Да, ну если можно, вот я сразу с актуальной новостью. Дело в том, что с утра я прочитал о том, что президент США Дональд Трамп высказался, ну сделал такое достаточно скандальное, спорное заявление, за которое его сейчас критикуют. Он говорит, что будет рассматриваться возможность всё-таки выхода из карантина Соединённых Штатов Америки, хотя ситуация там всё больше усугубляется, но смысл его высказывания был такой. Пусть лучше умрут несколько человек, чем умрёт вся американская экономика в результате вот этого карантина. Как вот вы бы, ну если вот взвешивать на чашах весов... Две опасности, которые у нас есть. Как пройти между ними? Ну да, это, я думаю, сейчас решают лидеры всех стран. И понятно, что пару дней назад я сам просмотрел выступление госпожи Меркела, она в обращении к своей нации, Германии. Но я думаю, действительно, потому что получается как. С одной стороны, конечно, не дай бог, там, вирус касается конкретного человека, это вопрос жизни и смерти. Это, с одной стороны, да, мы как бы должны физически сраться быть в дистанции, да. Но с другой стороны, проблема какая, да. Если люди в таком бизнесе останавливаются, люди теряют работу, и просто нет средств для проживания. И тогда это кризис, который пришел со стороны как бы вируса, да, он может превратиться в кризис такой экономический. И там, ну если так смотреть вперед, представьте, ну, семья, в которой кончаются деньги, дети спрашивают кушать. А что тогда родителям делать? Ну, они, в принципе, они должны, они будут выходить на улицы и будут искать, как найти, ну, чтобы дети покушали, да. И это не одна семья, а если это 10 тысяч семей, 100 тысяч семей, это может превратиться в хаос, да. Я думаю, в том смысле вопрос, который, ну, поставил господин Трамп, он такой и есть. Я, кстати, я уже высказывался, да, может быть, это кто-то там, кому-то казалось, это какая-то футурология, да, но, может быть, действительно, выход из этого кризиса есть, что мы все должны, ну, залезать, я извиняюсь, в камензоны, в скафандры и возвращаться в экономику, потому что, ну, в принципе, да, все же врачи, которые работают там в больницах и которые, ну, контактируют с, ну, с людьми, которые, ну, там, заболели и которые, они же, они работают в камензонах, да, может быть, это есть вариант, да, что мы, а, кстати, вот эти камензоны, ну, я, ну, так, я не думаю, что они стоят там, ну, сотни тысяч, да, ну, как бы, ну, там, если так посмотреть, если один такой камензон стоит, скажем, там, 100 евро, да, ну, тогда лучше, ну, всем там покупать и придумать какую-то процедуру, да, что когда ты выходишь на улицу, ты его одеваешь, не знаешь, и экономика начинает оживать, да, это там, конечно, очень масса таких вопросов, что там с детьми делать, все такое, ну, я думаю, то, что сейчас есть, то, что мир должен придумать, вот именно, как сбалансировать, с одной стороны, чтобы, ну, меньше людей пострадали и меньше людей, извиняюсь, умерли, да, но с другой стороны, чтобы все-таки экономика начинала двигаться, потому что там, там тоже, там впереди тогда другой кризис, да, вот это есть вопрос, он правильно поставлен, ну, я не прочитал, как господин Трамп высказался, я, ну, я не хочу высказывать так, чтобы, ну, уж там, лучше умерли, да, ну, надо думать, как, ну, как меньше было этих, ну, упор, ну, чтобы меньше было, меньше людей умерли, да, и, ну, с другой стороны, чтобы меньше пострадала экономика и люди как-то, ну, они возвращались с работы, чтобы было, ну, доходы и могли покормить своих семей. Ну, говоря, если конкретно о Латвии, то мы сейчас видим, что если с медицинской точки зрения все в целом у нас в норме пока что, и количество заболевших в пределах нормы, и, к счастью, пока не тяжело больных, нет у нас и жертв от этой болезни, но говоря про экономику, многие говорят о том, что принятых решений, принятых мер недостаточно для, вот как раз-таки то, о чем вы говорите, спасения и выхода из кризиса, который будет после всей этой пандемии. И как вам кажется, достаточно ли сейчас латвийское правительство делают именно для защиты экономики страны? И если нет, то что они могли бы делать еще? Ну, в такой момент там кризиса, конечно, не хочется никого критиковать, и не это время, но я уже и публично высказывался, что, по моему мнению, правительство работает в целом все-таки немножко медленновато, да, то, что мы немножко работаем как реактивно, а не проактивно, в смысле, как бы кризис делает свои шаги, и мы следуем, да, надо было бы сделать шаг подлиннее, посмелее, и как бы определить кризис его, и его подождать, и уже остановить, потому что я выскажусь и в направлении, скажем, ну, я там, конечно, не врач, не интектолог, но то, что я слушаю, что очень важно сейчас максимально остановить, потому что кажется, что мы немножко в этом процессе отстаем от, ну, стран той же Европы, ну, самый, конечно, пример – это Италия, и там можно учиться быстро, где они сделали ошибки, да, да, у нас в многих позициях ситуация лучше, мы не столь, ну, как бы, у нас… Ну, мы не столь много нас, и мы, ну, как бы, это успешение людей не столь близко, но если мы сейчас сделали какие-то шаги более такие жесткие, может быть, да, они не нравятся народу, но на данный момент, вот те люди, которые заезжали, ну, прилетали там из-за границы, да, ну, их можно было бы сразу отправить в гостинице, да, чтобы на карантин, да, там сделать условия, плюс тогда, если мы смотрим даже на экономику, да, тогда бы гостиницы получили работу, тогда государство могло бы дать, ну, какое-то, ну, финансирование на то, что они работают. И если… и то, что я говорю, что… Мне кажется, одну ошибку то, что делает правительство, да, они нас тоже как бы подключили, но не совсем… Ну, мы можем сделать больше, как вот организации, ну, как торгово-промышленная палата, еще есть там профсоюзы, там, не знаю, ЛДДК, эти самоуправления, потому что у нас информация о членах приходит там ежечасно, ежеминутно, да, и как бы, да, мы работаем, ну, в этой группе кризиса, но нас можно было бы подключить, ну, более тесно, они бы государство, ну, правительство бы получили лучшие идеи, и нас бы вовлекли, да, и тогда бы, ну, эти идеи и решения были бы более удачными, да. Если мы говорим о народном хозяйстве, да, то там тоже немножко есть, ну, по-нашему какие-то немножко ошибки, потому что вот это первое, то, что сделали, то вчера приняли решение о первом объеме денег, которые будут поступать, ну, там определённый, определённый этинозорец, да, ну, мы говорим, что пострадали или пострадают все, да, ну, я думаю, что мы шаг за шагом, ну, переубедим правительство, что надо, ну, немножко по-другому делать, и сейчас надо, конечно, ну, делать всё, чтобы предпринимателям были, чтобы они могли найти финансовые инструменты, ну, там, кредиты очень хорошие и такой, ну, всё равно я скажу так, я лично думаю, что так продержаться можно, ну, два-три месяца, да, плюс-минус, потому что, ну, если вот через, там, три месяца не будет какого-то решения, то, в принципе, нам надо будет придумать то, что, направление, то, что говорил господин Трамп, каким образом возвращаться в экономику. Но ведь предполагается, что... Потому что этот вопрос будет ставиться очень уже конкретно, и нам надо сейчас уже об этом думать. Или там вот то, что я говорил, заказывать и, значит, шить эти комбинезоны или что-то такое, да, потому что сидеть полгода дома, это, ну, там будут другие просто другие проблемы. То есть, если вам кажется, что если карантин и чрезвычайная ситуация будет снята до июня, то, в принципе, экономика Латвии справится со всем этим. Ну, знаете, как... Человечество справилось и с другими кризисами. Ясно, что человечество, и в том числе Латвия, справится и с этим. Просто вопрос, насколько глубоко и насколько тяжело это будет. И в том-то дело сейчас надо делать такие шаги, чтобы вот этот удар был, ну, максимально мягче, да. Вот только вопрос об этом, да. Вот, ну, потому вот надо собираться и думать, как определить этот кризис, да. Ну, вот в том-то и дело. Вы сказали, что кризис затронул практически все отрасли, но, тем не менее, ведь есть, наверное, все отрасли, которые пострадали больше всего, но просто туризм практически прекратился, гостиницы пустуют. То есть, если, ну, другие ощущают на себе, конечно, кризис, но есть отрасли, где просто полностью остановился весь бизнес. Это касается и организаторов концертов, там, ну, и так далее. Вот по вашему мнению, что делать, вот, ну, должна ли быть все-таки какая-то градация тем, кто пострадал, ну, вообще встал бизнес, и те, ну, просто кто-то испытывает, понятно, что... Я понял вас вопрос. Просто мой подход и подход торгово-промышленный такой, что не надо было смотреть на отрасли, надо было смотреть через призму предприятий, потому что, ну, я скажу просто один пример. У нас, вот, скажем, один член, который очень хорошо шел в бизнес, он строил дома для Скандинавии. Там все происходило, это не туризм, не это самое. И просто остановилось, потому что границы закрыты, и Скандинавии не пускают работников, которые... И тот же Моприн, там все остановилось. Просто наш подход был такой, что делаем какой-то алгоритм, скажем, что те отрасли, которые упал оборот, там, скажем, 50, 60, 70 процентов... Ну, кстати, приняли 50 процентов этот, ну, как бы, этот границу, да. Ну, наш подход был, чтобы не смотреть по, ну, типа, на отрасли, а смотреть на предприятия. Ну, второе, я скажу так, что это такая, ну, прямая помощь, да, вот давание, там, денег или, там, отложение налогов в три года. Это, да, это первый такой шаг. Ну, это тоже, вот, сейчас там правительство положило, как бы, на стол, или, определенно, это 250 миллионов. Но нам надо понять, что эти деньги мы, как бы, ну, берем займы с будущего, я так скажу, да. И потому нам второй шаг надо делать уже финансовые инструменты, надо делать длинные кредиты, там, не знаю, 20 лет тому подобное. Потому что, даже если мы смотрим на компании туризма, да, вот, я тоже участвовал в одной передаче с собственником тесту, он говорил, что, там, оборот был 30 миллионов, там, 50 работников, все хорошо, ну, действительно, очень хорошая компания. Сейчас все, там, на ноль. Но если ему предложить кредит на 20 лет, там, процентные ставки, там, ноль кома, если он верит своему бизнесу, да, то даже если будет, там, полгода простой, да, но он, потом он выкарабкается, да, просто, ну, нам надо делать, давать такие инструменты, которые, ну, не просто, как бы, съедали деньги, да, ну, чтобы, ну, дать такую долгосрочную уверенность, чтобы предприятия могли, ну, перепоменяться, да. Там же, скажем, те компании, по гостиницам, я сказал, там можно было сделать программу государства, что всех, которые хочут изолироваться, могут идти в отели и государство может платить. Если мы говорим о тем предприятиям, которые занимаются, там, кафе и рестораны, там сейчас у меня есть информация, что, в принципе, это Волт, который доставляет кушать. Им уже от некуда, они не могут уже, ну, некуда брать, потому что все кухни закрылись. То есть там, наоборот, рестораны сейчас могли бы перестроиться, и, кстати, многие это делают, да, что, ну, да, они не могут работать в прошлой системе, что люди приходят и кушают, они могут на кухне подготовить пищу, и там компании, которые там типа Волт, они могут доставлять людям на квартиру, да. Но это такие инструменты, но это все равно не долгосрочные. Мы все равно должны ставить вопрос, ну, как бы на, как это, усканцы, я не знаю, как это по-русски, как, как, если вот этот вирус там через три месяца плюс-минус, если он так еще будет тут, ну, среди нас гулять, как сделать так, чтобы люди в целом возвращались в экономику? Потому что, ну, все время сидеть дома, это, это, это не... Да, есть отрасли, которые можно все работать на дистанции, это там, ну, образование, та же там, вот, даже медиа, мы можем так говорить, но есть вот там цех фабрики, да, там просто есть, ну, установки, да, ну, там один вариант, если там все стоит, а другой, если люди приходят и каким-то образом, и, ну, чтобы сохранять безопасность, чтобы они работают, и это есть реальный вариант, может быть, эти комбинезоны, ты выходишь из дома, одетый в комбинезон, едешь на работу там и работаешь. Ну, я просто размышляю, да, потому что сейчас здесь надо, ну, думать, как, как нам, ну, эти идеи, и почему, почему Блатвия не может быть той страной, которая приходит с какими-то новыми идеями, и чтобы другие от нас брали эти идеи. Ну, вот, говоря как раз-таки даже о тех отраслях, которым государство сейчас собирается помогать, у нас вчера действительно появился этот список наиболее приоритетных, он очень обширный, мы его сейчас зачитывать не будем, но, среди прочего, также вчера пришла новость о том, что уже 14 предприятий подали в Государственное агентство занятости заявление о коллективных увольнениях, и в сумме это уже более 3000 работников, и, ну, вероятно, это число будет увеличиваться в ближайшие дни, и при этом министр благосостояния Романа Петровича, она призывает работодателей не делать этого, не увольнять, и пользоваться всеми теми средствами и ресурсами, которые предлагает государство. Ну, а работодатели продолжают увольнять. Вам не кажется, что есть какое-то недоверие даже к тому, что уже сейчас делает государство со стороны работодателей и бизнесов, и нет какого-то диалога между вот правительством и бизнесом? Ну, то, что я уже ответил вам, да, что, скажем так, нас подключают, но недостаточно. Да, мы даже вот сегодня в 10 часов у нас есть, ну, от Алинац, ну, будет наш представитель Янис Энзинч, потому что я там сам участвовал в этой, там, этот господин Рейлс, он руководит этой группой кризиса. Ну, там, поймите, там 40-50 человек, там 2 часа общаются, но это не тот формат. Если бы нас подключили вот, ну, так, по сути, участвовать, да, то мы бы могли и с нашими членами, ну, тоже общаться, ну, можно по сути. Вот, а сейчас просто вот именно из-за того, что нас не подключают, по сути, есть, и мы тоже высказываемся на этом публично, да, ну, предприятие реагирует. Они, да, к сожалению, не доверяют. Вот это есть. Но это ошибка, скажем так, правительству, что нас недостаточно подключили. Потому что мы тоже сделали, ну, буквально вчера мы, там, опрос наш сделали, порядка, там, 50-60 процентов опрошенных говорят, что они или уже начали отпускать работников, или собираются это делать. Потому что ясно, что со стороны предпринимателей, ну, они, ну, спасают свои компании. Ну, это понятно, это понятное дело, потому что если человек, ну, создавал свой бизнес, там, 20-30 лет, и вот ситуация, а что он может сделать? Да, ну, может, там, политик говорить, что-то там не отпускать. Но если нет потока денег, если нет оборотных стрессов, а как ты можешь, если тебе не разрешают работать, а что ты можешь делать? Ну, а откуда ты эти деньги? Да, есть предприятия, у которых есть там накопление, может быть, на пару месяцев. Да, они там стараются как-то там или сократить, или что-то. Но это может длиться, ну, какое-то определенное время. Да, будут компании, есть компании, которые там работают, от АЛ и НАТО, да. Там, ну, у них просто, ну, бизнес-сфера другая. Ну, в основном, те все бизнесы, у которых есть, ну, реальная работа, в смысле, там, на цехах и где упало, ну, а что они могут делать? Плюс еще у многих компаний есть кредиты, долги, там, другие платежи, а там же и вопросы платить, там, за отопление, электричество. Ну, и там, ну, просто так, надо понять, что если нет дохода, ну, если, ну, останавливается продажа, то останавливается поток денег, и все. Скажите, вот ситуация, которую вы сейчас описываете, когда очень большое количество людей может потерять работу, остаться без средств к существованию, вот это угроза социального взрыва. Понимают ли, ну, вот, в принципе, вообще власть о том, что такая угроза может быть страшнее даже пандемии, где, ну, будем говорить честно, все-таки смертность от гриппа, там, составляет несколько процентов человек, а вот такая угроза великой депрессии, еще даже в большем масштабе, которую переживала Америка, это может быть еще страшнее? Ну, потому я и говорю, что я уже это высказываю из каждой передачи, и сейчас, что я считаю, что продержать людей дома, в квартирах, это может быть, там, максимально 2-3 месяца, если не будет решения, да, потому что в том-то и дело, ну, как, представьте, там, ну, если 10 тысяч людей или 100 тысяч людей, ну, у них нет денег, а дети спрашивают пищи, ну, они будут идти эти пищевые продукты где-то искать, ну, будут, ну, я не хочу говорить, что тогда будет, это будет, ну, гражданская война, и это надо сейчас предотвратить, нам надо сейчас принимать решение, чтобы мы подготовились, ну, не к этому, а придумать или, скажем так, или вот эти комбинезоны, или какой-то другой инструмент, или убедить компаний, вот, берите там, значит, эти самые, айсдовыми на 20 лет, ну, и выплачивайте, да, людям, там, какую-то часть, чтобы у них был достаток, чтобы они могли прокормить семью, вот, на какой-то период, да, и сейчас жестко закрыть этот вирус, потому что, да, на данный момент, если мы сравним себя, там, процентуально, там, с Италией, ну, хорошо, ну, идет вверх это, да, и, ну, чем мы быстрее остановим это расширение, тем мы быстрее можем возвратиться в нормальную экономику, плюс, конечно, мы все, вся цивилизация ждет какой-то там или вакцину, или лекарство, да, ну, когда это будет, никто тоже не знает, да, потому что мы должны думать, вот именно то, что меня уже беспокоит, я уже вот потом и высказываю, что вот, что будем делать, когда у очень большого количества людей кончатся деньги, да, потому что звонки заходят, вот именно вот те такие небольшие предприятия, которых, ну, скажем так, накоплений были маленькие, да, там люди сейчас, ну, у них все остановилось, они бегут там, ну, безработные, там тоже будут какие-то выплаты, какое-то короткое время, там пару месяцев, да, плюс еще есть у нас, значит, в этой налоговой системе было очень много этих, ну, как бы, налоговых систем, которые, в принципе, и социальных таких подушек не было, да, а там тоже работали и работали масса людей, а что с ними будет, они могут, они побегут за этому, служба, ну, бездармлекима, там никаких выплат, а что с ними делать, да, а просто вот так, опять-таки, разбрасывать деньги с вертолета все время это тоже не выход, потому что это, ну, это отбираются деньги от нас, всех остальных, вот эти вопросы, и мне кажется, что недостаточно, ну, этих решений, и мы вот все время говорим, что подключите нас, потому что у нас есть и эксперты, и все, которые могут таким образом думать, немножко вперед. А они как-то объясняют, почему вас не подключают? Нет, потому что в том-то и дело, да, можно критиковать, там, этот кризис с 8-го, 9-го года, там мы работали теснее, да. Да, ну, конечно, решения финальные принимает правительство, ну, потому что, ну, народ их выбрал, и все такое, просто мы хотим помочь, мы не хотим никого критиковать, да, и сейчас я говорю. Ну, а они как-то говорят, что... Я не хочу, потому что там, ну, как, я еще раз говорю, нас не то, что совсем не подключают, ну, как-то подключают, чисто бюрократически, когда уже вот есть, ну, какой-то уже, так сказать, идеи подготовлены, ну, вот, ну, вот мы идем там, голосуем, типа, вот выскажитесь, да, ну, это уже не тот формат, надо... Понимаете, дело в том, что предприниматели, они чисто по своей сути, ну, каждый день работают с кризисом, просто мы тренированы на этом, ну, к сожалению, многие политики не тренированы над этим, вот это есть разница, да, и просто вот этот наш подход, как мы работаем с кризисом, и он, ну, у нас на уровне предприятий, те все предприятия, которые прожили вот эти, там, 20-30 лет, да, мы же проходили, там, российский дефолт, там, 8-9 год, все такое, ну, те, которые выжили, у нас уже есть, как бы, иммунитет против кризиса, у нас есть, вот, подходы и решения, вот, вот это, к сожалению, это недостаточно используется, да, вот этот наш месседж, да. А у нас есть телефонный звонок, мы его сейчас примем, или не примем, потому что только что сорвался, я напоминаю, что телефоны, вот, нет, он появился, давайте мы его выслушаем, здравствуйте. Добрый, вот я слушаю, вот этого предпринимателя у вас, да, президент торгово-промышленной палаты, Айгар Сарастовский, да, вот он говорит уже сколько, минут 15-20, и ни одной разумной мысли не прослеживается. Ну, извините, вот, у вас есть какой-то вопрос, или вы просто хотите как-то оскорбить? Я хотел бы, чтобы он сформулировал четко, что он думает по этому вопросу, в нескольких фразах, вот я могу сформулировать четко, а он не может, зачем таких фразов? Спасибо за ваше мнение, но у меня, на наш взгляд, все достаточно четко, все плохо, и будет еще хуже. У меня, например, если можно, ну, вот, одна фраза, люди, которые приезжали, и приезжают за границу, давайте их направлять в гостиницы, чтобы не распространялся, второй, по бизнесу, давайте, ну, как бы, доставить предприятелям максимально хорошие заемы на долгий срок, да, это две идеи, я могу еще там 10 идей, да. Волт, например, вы уже говорили, подключить к доставке еды, или комбинезонной на работу, да, так что, я не знаю, как еще, как еще чаще можно формулировать идеи. У меня вопрос, вот, связанный все-таки с тем, что, насколько Латвия может самостоятельно пытаться выйти из этой ситуации, из кризиса, учитывая, что мы все-таки очень тесно завязаны с Европой, и очень многие отрасли, это и торговые перевозки, и тот же самый туризм, рестораны, они все-таки заточены, вот, зациклены на том, что мы ждем туристов, и пока не будут открыты границы, мы все-таки не можем поднять эти отрасли, даже если выйдут на работу в рестораны, или там в гостиницы персонал, но все равно не будет самих туристов. Вот, как в связи с Европой, насколько мы можем влиять, пытаться вот в этом русле идти вместе против кризиса? Ну, я думаю, что координация нужна, ну, хорошая, хорошая вещь Латвии такова, что мы можем, во-первых, покормить своих людей, мы можем сами, и у нас есть ресурсы, и все, которые производят пищевые продукты, они говорят, что, ну, в принципе, могут прокормить без проблем, это самый важный мессендж. Второй, в принципе, у всех есть крыша над головой, потому что это базовые позиции, и вообще, как выжить, да. Ну, третье, конечно, ну, Латвия открытая экономика, да, и то, что границы закрытия, это очень, очень, ну, прямо влияет, да, и, конечно, мы должны действовать, ну, свой какой-то путь искать, ну, я надеюсь, что наши политики есть в тесной связи с Европой, потому что, ну, чем быстрее, ну, откроется и экономика, и границы, и все эти связи, тем это, ну, быстрее, быстрее пройдет, потому что надо понять, тоже опять, ну, наш один из экспертов говорил, что это другой кризис, как восьмого-девятого года, это был тогда финансовый кризис, и тогда надо было помочь, ну, финансовому сектору там зайти, чтобы, потому что там, сейчас проблема не в деньгах, сейчас проблема, потому что прерваны цепи связи, да, ну, вот тот же туризм, это там же, ну, это цепь, это были самолеты, автобусы, люди двигались, сейчас эти цепи прерваны, да, тоже производство, что говорю, там был налажен цепи, кто-то что-то производил, куда-то отсылал, там тоже есть, ну, не все цепи прерваны, там тоже забуксовка идет, и вот, вот это, и это, эту кризис можно краткорасточно только прорвать, просто, ну, каким-то образом дать деньги, чтобы просто предприятия выжили, чтобы они, перезимовали, да, этот период, да, но, второй, надо думать, как этот период сделать покороче, и потому, я говорю еще раз, надо жестче принимать какие-то решения, чтобы этот вирус не распространялся, тогда этот период будет короче, и мы быстрее вернемся в экономику, и надо предприятиям доставить эти деньги, чтобы они перезимовали. Но здесь же есть противоречия, с одной стороны, если мы более жестко пытаемся остановить кризис, то есть, ну вот, вирус, получается, закрываются сейчас торговые, закрыты торговые центры, спортзалы закроются, и все это, наоборот, ударяет по бизнесу. Ну поймите, я еще раз говорю, это надо делать с обоих сторон жестче, это, ну, доставка, ну, скажем так, денег или займов, или такой, тогда этот период, короче, да, ты на один момент, ну, зимуешь, ничего нету, но у тебя есть деньги, которые ты можешь выплатить там работникам и все такое, тогда это, я надеюсь, быстро заканчивается, там через два месяца, и мы все возвращаемся в экономику. Потому что, если этот кризис мы будем тянуть долго, там впереди вот эти все проблемы, о которых мы говорили, проблемы потенциального социального взрыва и другое, да, вот в чем дело, да, потому что сейчас мы должны, да, пойти на дно и прожить, но чтобы прожить, нам нужен на уровне человека ресурс, чтобы он мог, ну, позвонить какой-то компании, чтобы ему привезли вот обед, да, ну, ну, это, чем этот период меньше, тем лучше. 672-12-93-9, 672-13-93-9, номер в WhatsApp, по которому можно писать, 2-3-0-61-91, у нас в гостях президент торгово-промышленной палаты Айгерс Ростовский, спешите, звоните, если у вас есть вопросы к нашему гостю. Мы много очень говорим о таких, ну, более кратких перспективах, о том, что нас ждет в ближайшем будущем, но уже сейчас понятно, что пандемия и коронавирус, он очень много, а давайте вначале мы примем звонок в студию, а потом я задам свой вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Вот 100% согласно с вашим визави, да, представителям бизнеса большого и мелкого. Дело в том, что народ должен переболеть, иначе ничего не получится. Как сказать, этот, который Пискар под корягой сидел, там так и сдох, да, получается так. Дело в том, что сейчас пандемии быть не должно. Почему? Потому что есть антибиотики. Вот как это, понимаете, НЗ-запас у водителя, есть это санитарный этот ящичек, да, должен быть антибиотик хороший у каждого, просто у каждого. Человек за ним мог сразу... Извините, пожалуйста, у вас есть вопрос именно к гостю, потому что он не представитель медицины, вряд ли антибиотики эта сфера. Вот я и говорю, что народ должен переболеть. Ну, не спрячьтесь... А вопрос у вас есть? Так вот и вопрос к нему, что я его поддерживаю. Спасибо большое, спасибо за вашу поддержку. Господин Росовский, может быть, вы хотите прокомментировать это как-то или... Ну, я действительно не... Ну, я не специалист по медицине, это не будет корректно, я буду тут размышлять, что там делать. Просто, ну, я думаю, что сейчас работает, там, научные сотрудники ищут, там, вакцину и лекарства, дай бог им удачи, да. Да, как раз все-таки антибиотики, я на всякий случай скажу, они не помогают от коронавируса, по крайней мере, это сейчас неизвестно. Я, как понимаю, сейчас публично все высказывают на данный момент конкретных лекарств, вакцины против конкретного вируса на данный момент нет. Да. Так вот, я продолжу вопрос. В общем, коронавирус очень многое поменяет в нашей жизни, уже поменял и поменяет в долгосрочной перспективе. Как вам кажется, бизнесы, они поменяют каким-то образом свою модель деятельности, скажем, больше удаленной работы даже уже после пандемии? Ну, то есть мир не будет прежним уже. Да, да, да. Или подготовятся они как-то к тому, что уже заранее будут готовы к таким кризисным ситуациям, или все-таки нет, и там через год-два все вернется на круги своя? Ну, я отвечу так, что сейчас уже все поменялось, и так, как было, до этого уже не будет. Ну, я могу только свой пример привести. Я собственник университета Туриба, мы все работаем на дистанции, у нас вся учеба идет уже на дистанции. И я думаю, что... И проблема была в том, что многие вещи не решались, потому что политики, ну, они работали там old school с режимом, да, потому что не было регулировки, что можно работать на дистанции. Просто сейчас кризис заставил, да. И потому я говорю, всем тем бизнесам, которым есть возможность работать на дистанции, ну, они же сейчас все на уровне компании, все меняется, и все там проживают. Проблема или вопрос, как, как бы сказать, выжить тем бизнесам, которым объективно нужен вот этот человеческий контакт, и, ну, там, вот тот же туризм, тот же вот какое-то производство, которое ты не можешь. Ну, потому что есть аппаратура, ты должен приезжать на цех и что-то производить, да. Ты не можешь все отдаленно, да, там, я думаю, будут какие-то решения, что, может быть, и какие-то вот сложные аппаратуры, можно, которые там, как бы роботы, их, может быть, тоже можно управлять из квартиры или из дома, да. Ну, кажется, это действительно будет происходить. И то, что вот это направление роботизации, отдаленности, это уже, ну, это тот направление, которым идет весь бизнес и цифрация, да, так что это реальность. У нас есть вопрос по WhatsApp, пришел доброе утро. Хотелось бы услышать мнение о налогах, которые сейчас будет практически невозможно платить мелкому бизнесу. Мы, да, мы знаем, что господин Кариндж говорил еще какое-то время назад, что, несмотря на пандемию, налоговая реформа будет продолжаться. Вот ваше мнение, должны ли быть какие-то изменения в налоговой системе или сейчас лучше просто их отменить и переждать? Ну, тут я считаю, что на данный момент мы должны концентрироваться все, как перебороть этот кризис, да. И то, что мы видим, просто, конечно, в такой критический момент мы видим недостатки налоговой политики, да. Мы видим то, что, ну, скажем, есть налоговая, часть налоговой политики, которая, ну, касается всей основной массы предпринимателей. И там есть вот эти какие-то вот, ну, те налоговые варианты, которые, ну, нет этой социальной обеспеченности. На данный момент в этом кризисе там как бы нет этой подушки. Просто вот мы видим эти недостатки. Я думаю, что просто на данный момент надо быть концентрацией, чтобы перебороть кризис. И потом уже, когда мы пройдем этот этап, надо быстро вот как бы улучшать те ошибки, которые были. Потому что, поймите как, это даже на уровне человека, когда все более-менее нормально, как-то можно жить, но человеку нет такой, ну, мотивации что-то менять. А во время кризиса все вылезает наверх, да. И тогда надо что делать, надо, ну, как бы пережить этот момент и потом эти все, то, что вылезло наверх, и решить, ну, эти все ошибки прошлого, да. Я так это считаю. Есть вот две стратегии поведения во время этого кризиса. Одни советуют людям максимально сократить свои траты и не отказаться от приобретения лишнего. А другие экономисты, наоборот, говорят о том, что как раз-таки, если бы правительство поощряло людей покупать, ну, то есть вот это потребление, оно способно оживить экономику и каким-то образом все-таки не дать экономике умереть. Вот как вы считаете, где, какая сторона права? Ну, я думаю, там, я еще раз вернусь немножко обратно к налогам, да. Значит, налогам, то, что мы, то, что будет, будет очень большое падение налогов, да. Плюс еще вот многие предприятия будут спрашивать это отложений, там вот на годы, или сейчас вот этим всем отрешлям на три года, и сейчас еще добавятся отрешли. Это еще раз по налогам, так что это надо считаться. А тот вопрос, который вы задали, видите, как, в принципе, так, для экономики, конечно, было бы лучше, чтобы люди тратили, да, конечно, тогда, потому что есть оборотные средства, и, ну, что-то покупается, что-то продается, и приходят и налоги на, ну, госказну. Ну, на уровне человека, поймите, на уровне предприятия, он же считает деньги, если он не видит, откуда будут доходы, ну, если он сегодня все там потратит, да, он же думает, а что я буду кушать завтра. И тогда единственный вариант, я считаю, честно, да, что самый лучший вариант, это быть очень проактивным сейчас, на данный момент, чтобы на уровне предприятий можно было взять займы на длинный период, там, скажем, 20 лет, там, процентной статки 0,0, чтобы там банки не спрашивали дополнительные какие-то, ну, эти гаранты есть. И тогда, ну, на уровне компании, если я знаю, что я могу взять займы, там, на 20 лет процентной статки, там, 0,0, там, 0,1, тогда я могу делать что? Я сохраняю своих работников, у них сохраняются те же зарплаты, у них сохраняются те же доходы, и они могут идти в магазин и тратить. И тогда уверенность есть, что, ну, скажем, даже если этот кризис будет, там, полгода, по большому счету на таком уровне выживания нет проблем, потому что те деньги, которые я сейчас, ну, не возьму и не заработаю в этот полгода, я это заработаю в следующие 5-7 лет, проблем нет. Ну, если такого инструмента нету, такого, ну, вот, уверенность на долгий период, то, что делают предприятия люди, они, конечно, уменьшают затраты, потому что они не знают, ну, как, дети спрашивают кушать сегодня, но они будут спрашивать кушать и через неделю. Ну, на уровне человека же все считается, а сколько мне осталось денег? Давайте попробуем принять еще, нет, не примем еще звонок, у вас есть вопросы? Ну, наверное, уже нам надо будет. Наверное, да, к сожалению, тогда нам придется подойти к концу нашего разговора, спасибо большое. Спасибо. У нас по связи по скайпу был... Спасибо вам, что пригласили. Да, спасибо, у нас был в гостях президент торгово-промышленной палаты Айгас Ростовский. Спасибо.